Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего сада! Привет вам! Сегодня 2 ноября. Между прочим, если так подумать, я, конечно, люблю цифру 11, но если так 2, потом 11, это тоже 2, потом опять еще 3 двойки. То есть это день 5 двоек или десятки, или единицы. Как хочешь, так и понимай, с нее можно начинать, как говорится, новую жизнь. Температура 11 градусов, ну и солнечно, потом обещают дождь чуть ли не целый день. Поэтому сейчас мы с вами запишем серию видео для того, чтобы, как говорится, отстреляться. Это видео посвящено нашим внутренним совершенно делам, и даже не тому, что с телефона Лизы Трасс, я теперь ее не называю танкисткой или таксисткой, я называю ее Траст-2. Кто помнит, был такой фильм Траст-2. Вот про нее, про Траст. Вот, значит, ее телефон могли хакить, как было сказано, хоть Иран, хоть Россия, ну, на первом месте Россия подозревается. А также, не помню еще, но в перечне этих стран обозначен Израиль. Израиль. Что дало мне лично основание, понимаете, вы понимаете, это союзник как бы Британии, но тем не менее, они могли хакить ее телефон. Что дало мне основание думать о том, о чем я вам уже сказала. Что если переговоры о мире будут идти, то одной из заинтересованных стран и участниц в этих переговорах будет страна Израиль. И это, я этот вывод делаю еще на основании еще одной новости, но сейчас я не скажу, а сейчас пока про Лизу Траст. Значит, что могу сказать про ее телефон? Значит, если этот телефон хакили аж в августе, еще Борис Джонсон был и знал об этом. Он знал, потому что она была министр иностранных дел, и как я уже сказала, министр иностранных дел отвечает за разведку в этой стране. Во всяком случае, он посвящен государственной тайне, разведка ему все докладывает. Значит, если она, значит, разведка, теперь вот мне вот интересно стало, и многие говорят, как, это что, да, что, как она могла, да, она как не могла. Почему у нас своего личного телефона? Она номер поменяла в августе. Но если она поменяла номер в августе, хорошо, молодцы, я рада за всех. Но причем здесь то, что она сейчас, ее обвиняют в том, что она сейчас послала Блинкину, 26 числа, когда взорвали северные потоки, она послала Блинкину сообщение опять со своего личного телефона, что типа, it's done, все сделано. И, значит, даже официально Мария Захарова сказала, что вот, пожалуйста, был такой, это, знаете, то есть наезд на Британию идет серьезный. И это я уже об этом говорила, почему он идет, да, потому что это идет подготовка к переговорам по поводу украинского конфликта. Но давайте подумаем вот о чем. Значит, есть логика такая. Если в августе всем уже было известно, что там что-то не то с ее личным телефоном, то какого черта, извиняюсь, в конце сентября, даже когда, 26 октября, да, 26, нет, сентября, 26 сентября взрываются северные потоки, и она продолжает тоже с нового номера всем писать и трандеть о государственных секретах. Вот это мне понравилось, если честно. Да, значит, это раз. Второе. Израиль мог ее хакить. То есть ее все хакили. Вот так, давайте будем честно, честны. И Иран, и Израиль, и те же США. А почему США могли ее не хакить? Вот мне вот тоже это понравилось. Они все хакят, а тут она, чем она такая уже прямо дифферент от всех остальных? Ничем, прямо скажу. Она шестерила, пыталась шестерить, пыталась дружить с Америкой, но Америка явно на вот этом, во время ее визита в Америку было явно видно, что товарищ Байден к ней относится индифферентно. Но дело даже не у нее. А вот в чем. Я это предполагала. И продолжаю предполагать. И вот сегодня я прочитала статью в такой, на площадке, интернет-площадке, такая есть газета, какая-то с Индустаном связана, с индуистами. И вот они выдвигают ту же самую версию, которая пришла мне в голову, и я ее уже озвучиваю. Что на самом деле товарищ Сунак был единственный, так сказать, и непроходимый, то есть проходимый кандидат. Лизу они там уже, как говорится, подставили ему подстать. Там была Пенни Морган, между прочим, более симпатичная дама. И на вид она умнее, и по речам она умнее, чем эта красотка. Но, видимо, поскольку она умнее, то ее как бы трудно было двигать. Значит, двигали эту, потому что ее звать Лиза, наверное. Многие шутят по поводу того, что когда Сунак встретился с нашим королем, то король якобы ему сказал, привет, я за Лизу. А Сунак ему говорит, я тоже за Лизу. Вот, замещаю. Ну и вот Сунак должен был быть точно, сразу выбран, без вот этого вот балета, который весь был. Но, во-первых, наверное, королева бы как-то это восприняла, ну, не так как-то. Но не она одна. Значит, эта газета совершенно справедливая, я на это обратила внимание, здесь пишет о том, что мусульманская община с большой долей скептицизма, если не сказать больше, относится к товарищу Сунаку, к той идее, что выбран индус. А как же они, мусульмане? Им это не нравится. И многим очень не нравится. Некоторые так себе скептически относятся, а некоторые просто молчат в тряпочку, сказано в этой статье. Но вы помните, что, и я это освещала, я дам ссылку, наверное, в городе Лейстер, возникли такие трения между мусульманами и индусами, аккурат, во время вот этих вот дебатов. Аккурат. Они возникли, люди друг друга там шпандорили, туда съезжались мусульмане, как было сказано на индусских форумах, индийским телевидением я смотрела, съезжались со всей Британии. Вот, люди, говорящие на разных акцентах, они туда приезжали, и там такие были демонстрации, и там с собаками разгоняли, и так далее. Там людям советовали не выходить из дома. В этом Лейстере очень мощная, хоть она небольшая, здесь индийская община, но она очень мощная, и она там, типа, у них находится аж три святыни индуистские, аж три, так сказать, как они называются, в общем, коровьи, ну, как они сказали, Кау-темпл. Не знаю, как переводится Кау-темпл, как хотите, так и переводите. Вот, я не видела эти храмы, честно скажу, я их не видела, не знаю, но Сунап их посвящал. Какую связь с Лейстером имеет он или его, что важнее, тесть, который является шестым по наличию богатства в Индии, человеком, бизнесменом. Вот, и за это его ненавидят, что он богатый, и за то, что он исповедует эти взгляды Тори, его ненавидят, и за то, что он индуист, тоже ненавидят его. И поэтому, я так понимаю, как раз тут шла передача власти. Лиза, вы сами понимаете, все это время происходили вот эти все, но все видели по телевизору, целыми днями крутили туда-сюда, как там кто шел, куда, принцесса. В общем, если еще сюда было бы добавить сразу же восстание, так сказать, антисипаев, то это было бы, конечно, что-то. Поэтому выбрали нейтрального, так сказать, человека, на нее оттянули. И вот я много раз говорю, что часто в политике есть такой персонаж, который называется, как это, оттянуть карту на болвана, как это делали в Старопольском преферансе. Вот, и Лиза, она подходила под роль болвана больше всех. Теперь, несмотря ни на что, когда Сунак здесь вернулся сюда, значит, против него уже и так, уже написали письма в этот комитет 22, уже пошли письма. А здесь дело-то, вот такая страна, здесь все пишут друг на друга вечно. Жалобы, это очень принято. Вот, и эти касаются все письма именно вот этой вот министерши Браверман. Ну, судя по ее фамилии, я понимаю, что она кто такая. Я хочу уточнить, что очень-очень много здесь карибских, выходцев с карибских островов, с именно вот корнями вот этих всяких разных манов и так далее. Поэтому это не надо. Не надо это как-то воспринимать по-другому. Не знаю, какое у нее происхождение. Вот, и она, в общем, очень жестко взялась, как я сказала. Она начала кричать на всех постах. Ее поддерживают активные правые. Кто был за выход из... За Брэкзита. Активные правые. Очень поддерживают. Говорят, что она молодец, она бравая. Вот, недаром у нее такая фамилия. Что она вышла в парламенте, не попаяла сказать, что это настоящая инвазия, настоящее нашествие. Мы наблюдаем нелегалов, не знаем, куда их девать. Приходится их совать по всяким разным русалам. По гостиницам. Можете себе представить гостиницы. Неизвестно, что у них-то в голове у этих людей. Ну, там всякие у них эти люди. Но факт то, что она сказала, что больше всего среди нелегалов это индусы, которые здесь находятся без визы. То есть у них просрочена виза. Я тоже говорила перед этим. И поэтому они, значит, представляют наибольшую опасность. Тут вот интересно. И, значит, тут какой-то такой момент очень сложный. Значит, Brexit показал, что и Ирландия тут вопрос не решен, с Северной Ирландией, и с торговлей не решен, и с Индией торговый этот договор запаздывает, скажем так, если он будет вообще. Поэтому есть большое количество, во-первых, тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Это большинство в Шотландии. Большинство в Шотландии голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. И те, которые теперь передумали, и они за, как это, интеграцию, за новую интеграцию, rejoin, они хотят снова соединиться с Евросоюзом. Потому что, например, когда Шотландия уже объявила день, когда голосовать будет по независимости, они сразу сказали, мы будем возвращаться в Евросоюз, как только мы объявим о независимости. Мы будем членом Евросоюза. На что им сказали, нет, Евросоюз, у них законы такие вас не примут, вам придется 20 лет ждать. Я не верю. Зная Евросоюз и все остальное, они в тот же день примут. Шотландию прецедент есть про ДНР, так что тут, как говорится, никаких проблем. Но проблема в том, что теперь уже Сунака не хотят даже какие-то из консерваторов. Я думаю, это те консерваторы не хотят, которые чувствуют, что, как говорится, подгорает, и что надо все равно быть, как бы, ну, как бы попасть все-таки за стол переговоров по новому переформату мира. Речь идет не только об Европе, потому что сегодня появилась другая новость о том, что капиталы бегут в Австралию. А то мы это не знали, но теперь уже в открытую было сказано, что капиталы бегут в Австралию. И какая-то там конференция у них проходит, и в этой конференции даже участвуют и Китай, и Саудовская Аравия. Они заинтересованы в каких-то там связях с Австралией. Это, кто понимает, это Аукус. Аукус, Австралия, это первая буква в этом, так сказать, нового географического экономического военном союзе. Вот такая интересная информация, особенно если учитывать, что одновременно с этим хитрый немец поехал в Китай. Вот, поехал в Китай. У нас здесь в каждой строчке сказано, что энергетическая безопасность Европы находится в большой, так сказать же, но, значит, виноват, понятно, кто об этом Сунак сказал в открытую, то есть он свою позицию проявил. И есть такие люди в этой же партии, которые бы хотели, чтобы мнение Британии было немножечко более такое, знаете, сглаженное. Однако, больше всего, больше всего, это лейбористы и левые, которые раскачивают лодку в надежде на то, что на новых парламентских выборах они захватят все места в парламенте. Особенно сейчас, вот это вот, когда все так оттаваси, они наконец-то придут к власти, и уже они-то сумеют, так сказать, сделать покер-фейс, и если надо присоединиться к Европе, если не надо, то, в общем, ну, в общем, короче говоря, у них будет больше пространства для маневра. Вот такая интересная картина складывается у нас в Британии. Все понимают, что очень-очень Россия резко стала нападать на Британию, не без оснований, у нее есть много оснований, особенно в связи со взрывом северных потоков, понятно, кому это было выгодно, но здесь есть еще вот какой момент, это было сказано, и у нас это очень бурно, как бы говорится, министром иностранных дел, товарищем Клеверли, вот от слова клёвый, вот, а не от слова клево, умный, я считаю, потому что он не производит на меня впечатление человека умного, глядя на его выражение лица, он везде грозится о том, что если Россия, не дай Бог, применит ядерное оружие, то она получит по зубам, вот, я думаю, что это как бы такое, знаете, приглашение, что, мол, типа, не дай Бог, вы нам тут за все наши грехи захотите отомстить, у нас тоже есть ядерное оружие, не надо нас пугать. Такая вот у нас ситуация на острове, чем она к 9, потому что 8 числа выборы, как покажут в Британии, как в Америке, конечно, есть надежда у некоторых именно в том смысле, что если в Америке победят консерваторы, то здесь тоже консерваторы, они как бы найдут общий язык. Не надо, не надо, как говорится, заблуждаться. Если вы помните, когда нападали на Ирак, то там была-то она, конечно, консервативная партия, а здесь Тони Блэр во всей красе юлил, бегал, прыгал. И, в общем, вы меня поняли, я уже говорила, я терпеть не могу ли Борисскую партию. Почему терпеть не могу, я вам расскажу позже. А пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok